А для меня кусок свинца, Он в тело белое вопьется, И слезы горькие прольются, С восторгом чувств не для меня. Меня зовут Алексей Зимин и это московское кафе «Рагу». Я начал готовить с 5 лет, После этого учился в теоретическом факультете, Затем закончил куварскую школу в Лондоне «Кордонблё», Сделал самые популярные в стране гастрономические журналы, И после этого открыл вместе с друзьями кафе, Собственно, вот эти, которые называются «Рагу», Теперь их два, И еще есть одноименный бар с грилем. Мы очень любим образовывать своих друзей, своих клиентов, Поэтому мы накупили для них книжек на всех языках. Лучшие шефы мира приезжают к нам сюда, Специально для того, чтобы показать нашим гостям, Как готовятся те люди, которые имеют. Здесь вот на месте, где стоит Илья, Ставили многие люди от Пьера Ганьера до, Так сказать, кучи знаменитых итальянцев. Мы очень любим французскую кухню, Французские поварские техники, И на их базе делаем разные штуки с русской, Может быть, отчасти вкусом. Москва стремится быть похожей на Лондон Нью-Йорк, У него что-то в этом смысле получается, Поскольку это гигантский город, С кучей интересов, с кучей денег. Москва прошла через период, так сказать, Поедания сложных, не водящихся здесь животных. Сейчас она движется в сторону опрощения, И это, в общем, международный тренд. И гастрономизм, высокое отношение к еде, Оно теперь появляется и в самых простых вещах, Вроде бургеров. Одно из блюд, которые мы готовим здесь, Чечевица с горгонзолой. Мы добавляем сливки, Морковь, Синий сыр, горошек, И загущаем как кашу. То, что нас интересует, Это внутреннее наполнение, Внутреннее, в смысле, вот здесь. Человек достаточно любопытный, Поэтому хожу по ресторану своих коллег, Ресторану своих, так сказать, недругов и друзей, Чтобы понимать просто, что вообще происходит в головах у людей. Так, это наша подруга Ольга, Мы работаем на сковородках, которые она продает. Это Тарас, Кириенко, шеф, Бар, в котором наливает те самые коктейли, И есть еда, которую вы еще не прославите. Но успеете. Да есть, конечно. В России есть все, вообще, знаете, Все, что... Я знал, что он скажет. Позавчера появилась, так сказать, На том или ином, так сказать, Берегу Манхэттена, Или в том или ином квартале Лондона, Через некоторое время обязательно возникает у нас. А, да, да, да. Барбан Тэмпи – это заведение моих друзей, Которые заняты в Москве, Своей, так сказать, Приверженностью дикоугарного времяпрепровождения. Они вообще любят выпиливать других поэтов, И любят, что вокруг них все тоже веселились и пили. Я хочу, чтобы в Москве. Так что ты тоже... My name is Mita, I live in Moscow. Oh, yeah! Beautiful! Или мы там всякие разные итальянские антипадские закуски Смести там с какими-то овощами. Фокус всего этого места в том, Что здесь очень хороший ингредиент. Просто берешь хороший хлеб, Чуть-чуть его подсушиваешь, Чтобы он приятно хрустел, Кладешь на него хороший сыр, хороший перец, Сюда кладешь там лук, ну, все-все-все на свете. Бринк для франшизма. В Эрмитад? Нет. Значит, мы едем в Эрмитад. А на Ахмарон. Руки потемной вуалью. Отчего ты сегодня бледна? Оттого, что я терпка печалью Допоил его до пьяно. Так забуду. Он вышел шато из Эрмитадевича. Не для тебя. Это такая большая московская достопримечательность. Сад Эрмитадж, большой парк, Обнесенный забором в центре города. Это историческое место гуляний, театральное место. Эрмитадж – это место, в котором всегда были какие-то, так сказать, последние 20 лет заведения, вне зависимости от их содержания. Они, почему-то, так сказать, были очень удачными, громкими, многолюдными. Может быть, это такая география этого места. Там ночью можно найти примерно тысячу человек одновременно, в общем, как минимум. В формате ложки. Ежет. Селедку, овощи, яйца, свекла и майонез – это главная составляющая успеха классического русского застолья. Сладкое, кислое, соленое – все сразу. Главный предмет – издевательство русского человека над самим собой. Маленькая история про рыбку, которая содержится в банке с тысячами других рыбок, тщедушной и так далее. Но оставшись одна, поданная на Омске горячего хлеба, с рюмкой крепкого алкоголя, она примеряет человека с действительностью, поскольку он понимает, что вот это она, это он. И это, как бы, это равновесие как раз и создает смысл жизни русского человека в застолье. Да, это одна из русских традиций. Значит, нам нужна одна победа. Это Нур-бар. Самый старый из хороших московских баров. Когда-то был совсем закрытый. Находится в самом центре, но при этом у них сохраняется какой-то такой фейс-контроль. Здесь всегда все свои. Очень качественный алкоголь. Это Митя Горелик, который вот всем здесь управляет. Его место. Он стесняется. И часто вместо себя посовывает этого парня, который говорит, что это все его. Ну, скажи, Митя Горелик, да. Лучшие коктейли в городе. Мы здесь всегда пьем. Это место прекрасное. Есть человек, который придумал наконец-то как в Европе и в Америке нормальный бар. Это Митя Горелик, наш друг. Митя, Митя, покажись. Митя Горелик. Митя Горелик. Это, в общем, Нора, это один из филиалов вот этой школы Бартеттен Брауэрс. Ну, если я хочу напиться, конечно, я напиваюсь. У меня есть такая цель, естественно, так сказать. Тем более, что есть часто, так сказать, люди и места, где это фактически является обязательным законом жанра. Если ты туда пришел, то единственной твоей целью и судьбой может быть только то, что ты, так сказать, впадешь в ту разновидность штопора. Ну, готовить мы сегодня больше не будем. Вообще мы не едим после шести, даже в обычное время, на воскресенье, тем более. И вообще мы наделись, поэтому у Алексея я бы лично себя не подпустил, тем более этого. Очень хорошо, очень приятно встретить кругу молодости прекрасного ресторатора и человек, который вообще спасает Москву экономическую плать. Да, Алексей, как тебя, как тебя, как меня. Редактор субтитров А.Семкин Малина. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин